Верить можно не всему. Иногда ложь выдают за правду. Давайте не будем обращать на это внимание и сами во всем разберемся. Поговорим на интересную актуальную тему, узнаем мнение рязанцев, послушаем комментарии специалистов и будем верить только фактам. В эфире программа «Обо всем честно» и я, ее ведущая Ольга Харламова. Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, какие растения подходят для дома, а какие нет. Эту тему мы решили затронуть не случайно. Комнатные растения. Как бы это странно ни звучало. Так давайте разберемся, какие из них могут навредить нам, какие помочь и чем. Как за ними правильно ухаживать, какие вообще существуют интересные факты о растениях. Проведем несколько опытов и дадим полезные советы. Для кого-то комнатные растения – это обычный декор. Кто-то восхищается ими, а для кого-то держать дома цветы – пустая трата времени, ведь они требуют ухода. Но, как показал наш опрос, большинство жителей нашего города считают, что растения дома – это полезно. Но вот о том, что бывают и ядовитые, не слышали. Ну да, например, может они какой-то свежий кислород какой-нибудь. Ну да. В чем это может быть? Ну если, например, держать какое-нибудь лечебное растение, можно пригодиться. Может пригодиться. Ну просто, может, красиво. Конечно, полезно. Они очищают воздух в квартире, создают приятную атмосферу. Какое-то домашнее атмосферу продает в квартире, в комнате. Мне кажется, любые, от фикусов до каких-то наших обыкновенных, обыденных цветов, типа фиалок, ну очень много. Полезно. А чем? Фотосинтез. Они обогащают кислород и, опять же, радиацию, когда возле компьютеров вредное излучение. Воздух очищают, но только не все цветы. Нужно знать, какие в спальне, какие на кухне, какие в комнате. Запах, например, запах не переносит некоторые герани. Вот. Есть цветы, которые очищают воздух. Это на кухню надо ставить. Есть, которые вытягивают в спальню. Нельзя ставить глянистые. Теперь давайте обратимся к истории. Интересно, как, когда и почему люди начали выращивать комнатные растения. Еще храмы древней Эллады украшали вазоны с цветами. А более тысячи лет назад в Китае зародилось искусство бонсай – выращивание карликовых деревьев, которое перешло в Японию. В Европе же самый первый зимний сад был создан в 1240 году. Позже европейские монархи, соревнуясь друг с другом, заставляли своих садовников создавать зимние оранжереи. А в России мода на комнатные цветы появилась в эпоху правления Петра I, который любил растения, хорошо знал, как с ними обращаться и лично выписывал саженцы и семена из-за границы. По его указу в 1714 году создается аптекарский огород, где начинают выращивать лекарственные растения. Там создают оранжереи, в которых появляется все больше новых, невиданных на севере растений. Среди них молочаи, цериусы, алои. А вот первое упоминание о выращивании роз в России относится к началу XVI века. Массовое распространение они получили только при Екатерине II. К концу XIX века розы начали выращивать на всей европейской части России. Сейчас в магазинах продаются розы самых разных расцветок, но некоторые окрашивают их самостоятельно. Для этого разводят краситель в стакане или вазе. Цвет воды должен стать насыщенным. Затем добавляют туда две ложки сахара. Это ускорит процесс окрашивания. Ставят туда розу, стебель лучше срезать под углом. При таком способе капилляры останутся открытыми и будут более восприимчивы к красителю. Окрашивание роз обычно происходит в течение 17-20 часов, но может занять и более длительное время. Кстати, роза меняет цвет и под воздействием нашатырного спирта. Для того, чтобы увидеть этот процесс, нашатырный спирт наливают, например, в небольшой блюдце. Ставят на него стакан с розой и накрывают. Через некоторое время роза будет коричневого цвета. А сейчас вернемся к тому, с чего начали. В магазинах большой выбор цветов и растений для дома, на любой вкус и кошелек. Но, оказывается, не все они безопасны. И выбирать их только по принципу эстетичности и сочетании с общим интерьером комнаты неправильно. Существуют ядовитые растения, причем их довольно часто можно увидеть и в школах, детских садах, больницах. Поэтому запомните их и соблюдайте осторожность. Ведь дети любят пробовать все на зуб, особенно то, что выглядит привлекательно и аппетитно. Ядовитые растения, безусловно, в природе существуют, их много. Как правило, их мало используют в комнатном световодстве. Именно из-за того, что они обладают такими свойствами. Но некоторые из них, например, олеандр, это растения красиво цветущие. И иногда люди, приезжая с отдыха с Черноморского побережья Кавказа, привозят олеандр в качестве такого декоративного, очень эффектно цветущего кустарника. Но олеандр действительно ядовитое растение. Цветки издают очень сильный запах, и это может вызывать головную боль. Но ядовитое растение может вовсе не пахнуть, а все равно представлять опасность. Особенно для детей и животных. Дело в том, что есть растения, у которых, скажем, как у молочаев, ядовит млечный сок. Если мы в помещении выращиваем молочай, и ребенок случайно сорвет лист молочая, и из ранки будет выделяться млечный сок, то у маленького человечка может возникнуть желание попробовать этот сок, похожий на молоко. Вот тут-то опасности таится, да? Есть растения, у которых ядовитые плоды. Поэтому хорошо бы знать ядовитые растения. Какие еще, кроме олеандра и молочаи, опасны? Достаточно открыть справочники по домашним растениям, в них перечислены следующие. Дифенбахия. Такое растение видел каждый. Причем как раз его можно найти в детских садах. И бывает, воспитатели не могут понять, что произошло, почему ребенок отравился, пеняют на кухню, мол, съел не ту котлету. А ведь почувствовать себя плохо можно даже, если облизать пальцы после того, как сорвали, например, лист этого растения. Его сок ядовит. Может даже вызвать отек полости рта, острую сердечную недостаточность и нарушение координации движений. Плюс растения поглощают ночью очень много кислорода, что может послужить причиной головной боли утром. Послен. Его ягоды выглядят привлекательно и аппетитно. Похоже на помидорчики, но такой ягодкой можно отравиться. Панцетия. Молочай красивейший. Его сок вызывает сильнейший отек слизистой гортани, рвоту, слюнотечения. Если он попал в глаз, необходимо срочно промыть водой как можно тщательнее, вызывая конъюнктивит и воспаление глазом. А вот и обычный фикус. Есть он дома у многих. Если оторвать лист, можно увидеть млечный сок. И так вот он как раз раздражает пищевод и желудок. Гиппиаструм. Посмотрите, какое красивое растение. Но его используют индейцы для того, чтобы отравлять стрелы, с которыми охотятся. Аспарагус. Тоже видим часто. Его ягоды ядовиты, лучше их сразу удалять. И следить за тем, чтобы этих ягод не было в букетах. Но тем не менее, все это не означает, что нужно обходить такие растения стороной. Но надо соблюдать технику безопасности. Ухаживая за ними, одевать перчатки. Не держать их дома. Если есть дети или животные, проветривать помещение. А если почувствовали симптомы отравления, немедленно промыть желудок и обратиться к врачу. Если получили ожог от растения, нужно с помощью проточной воды промыть этот участок тела в течение 20 минут. Кстати, продавец в цветочном магазине обязан вас предупредить о возможном вреде. Ну а теперь поговорим о пользе домашних растений. Бесполезных растений нет. Растения все приносят человеку большую пользу, поскольку растения в процессе фотосинтеза выделяют кислород. Но есть растения особенно полезные или, можно сказать, лекарственные. Каланхои входит в зеленую домашнюю аптечку. Сох часто используют как противовоспалительное средство. Из него можно делать компрессы. Можно разводить водой и закапывать в нос при насморке. Алоэ полезен как лекарственное растение. Хлорофитум. Это растение первым было запущено вместе с тридисканцией на космическую орбиту. И там проводились исследования. Опыты показали, что они в большом количестве выделяют кислород и забирают углекислый газ. Фиалка – маленькое растение. Любой ее способен вырастить. Плюс этот цветок можно поставить везде. И не занимает много места, и цветет достаточно долго. Поднимает настроение. Что касается комнатных цветов и цветов вообще, то у них у всех пыльца тяжелая. Ну, в кавычках тяжелая. Потому что все равно она невидимая в нашем понятии. В бытовом понятии она тяжелая. Поэтому она не летучая и в больших количествах не передвигается. Поэтому мы нет аллергических заболеваний. А аллергические заболевания на пыльцу растений проявляются, как правило, в виде острого ринока неоптивита. То есть чихание, заложенность носа, выделение из носа, зуд, глаз. Реже слезотечение. Реже это явление бронхита. Вот эти явления, хотя растения комнатные пылят, конечно, не наблюдаются, потому что пыльца не летучая. И она не проникает через слизистую верхних дыхательных путей, что обязательно для того, чтобы развилась аллергия. Поэтому можете спокойно держать цветы. Но тут вторая опасность – это наличие на цветах пыли. Бытовой, как правило, пыли. Поэтому если вы цветовод, то обязательно соблюдать меры профилактики, если так можно сказать, чтобы чисто было. Так что домашние растения нужно протирать от пыли и не забывать заботиться о них. Говорят, они это чувствуют. Если человеку растение безразлично, оно в помещении особенно долго не просуществует. Растения – живые организмы, и поэтому они тоже очень чутко реагируют на то, в каких условиях они находятся. Не забывайте своевременно поливать свои растения. Долго без воды они существовать не могут. А знали ли вы, что в прошлых столетиях существовал особый язык цветов, с помощью которого люди могли выразить абсолютно любые чувства? Так веточкой цветущей вишни можно было признаться в любви. По количеству цветков гиацинта выбирали день свидания. Посылая даме розу с миртом, рыцарь предлагал ей руку и сердце. И с нетерпением ждал от нее Маргаритки в знак согласия. Оказывается, что милый маленький цветочек-незаботка носит одинаковое по смыслу название во многих языках мира. Одна из легенд рассказывает, Бог дал название всем цветам. «Не забудьте меня», – сказал цветочек. «Это и будет твое имя», – ответил Бог. Интересен и тот факт, что растения реагируют на человека, как живые существа. Во время эксперимента один человек обрывал лепестки цветка, другой ухаживал за ним и поливал. При этом специальными приборами была зафиксирована разная реакция цветов на этих людей. Самый большой в мире цветок – рафлезия Арнольда. Ее вес достигает 11 килограмм, в диаметре она 91 сантиметр. Произрастает такой цветок в Индонезии. Самый маленький цветок имеет разновидность тряски вольфи. Его длина всего 1 миллиметр. Высота самого большого цветка в мире – 3 метра. Произрастает он в Индонезии. Самый дорогой в мире цветок – золотая орхидея. Ее стоимость – 5000 долларов. Зацветает первый раз в возрасте 15 лет. Старейшая роза в мире произрастает в Германии. Розовый куст цветет из года в год на протяжении вот уже тысячи лет. Всем известные цветы мимозы, которые мужчина дарит дамам на 8 марта, на самом деле называются иначе – акация серебрист. Настоящая же мимоза не желтого, а сиреневого цвета. Путаница произошла из-за того, что оба растения относятся к подсемейству мимозовых. Шляпа в каком-то смысле этого слова произошла от розы. В средневековой Франции женщины носили на головах венки из этого цветка. Такой головной убор назывался шапелью. По одной из версий, это и была прародительница современной шляпки. Сегодня мы поговорили о самых популярных домашних растениях. Все мы, конечно, перечислить не сможем. Поэтому будьте внимательнее, прежде чем завести у себя дома цветок, узнайте о нем как можно больше. Почитайте соответствующую литературу и поговорите со специалистами. А это была программа «Обо всем честно» и я, ее ведущая Ольга Харламова. Скоро увидимся. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»